Здравствуйте! Тема нашего урока – магний и щелочноземельные металлы. В прошлый раз мы говорили о щелочных металлах. Если вы помните, для щелочных металлов были характерны восстановительные свойства, они были очень активны. И, в общем-то говоря, щелочноземельные металлы будут во многом на них похожи. Мы движемся дальше по таблице Менделеева. Щелочноземельный металл – это металлы второй группы, главные подгруппы, а к ним относят только кальций, стронций и барий. Бериллий к щелочноземельным металлам относиться уже не будет, поскольку он проявляет амфотерные свойства. Ну а магний так же к щелочноземельным металлам не относится, поскольку, в общем-то говоря, его металлические свойства уже значительно слабее, чем у прочих щелочноземельных металлов. Но, тем не менее, во многом они все еще остаются похожими, поэтому мы рассматриваем его вместе с с другими щелочноземельными металлами. А сходство свойств магния с остальными щелочноземельными металлами, прежде всего, проявляется в электронном строении, поскольку и у него, и у них на внешнем слое будут два электрона, все-таки они же во второй группе, главной подгруппе. И степень окисления характерной для них будет 0 и плюс 2. Понятно, что у Берилля ситуация будет та же, но все-таки его свойства уже будут отличаться очень существенно. В природе эти металлы, так же, как и щелочные, будут встречаться в виде солей. Но только чаще всего они уже будут распространены не в виде хлоридов или барамидов, а в виде сульфатов и карбонатов. Объясняется тем, что такие соли, как, например, сульфат кальция, он же гипс, или, например, карбонат кальция, он же мел, марамы, развесняк, да, в общем-то, та же самая голуберная соль и так далее, эти соли в большинстве с вами будут нерастворимы. Поэтому в природе они будут образовываться чаще, чем хлориды, да, так как просто даже взаимодействуя с углекислым газом, постепенно раствор тех же самых хлоридов кальция будет образовывать осадки карбонатов кальция. Что же касается щелочных металлов, то они практически не образуют никаких нерастворимых солей, все их соли растворимы. Именно поэтому качественно определить щелочные металлы очень сложно. В основном для качественного определения этих металлов используется окраска пламени, да, щелочные металлы окрашивают пламя в разные цвета. Щелочноземельные металлы же чаще всего можно определить с помощью химических реакций именно за счет нерастворимости их сульфатов и карбонатов. Например, кальций можно определить, потому что он будет образовывать осадок взаимодействия с растворимыми карбонатами. Барий можно определить, потому что он будет образовывать осадок с растворимыми сульфатами. Ну, что касается физических свойств простых веществ, металлов, щелочноземельные металлы в целом будут достаточно схожи друг с другом. Они будут серого цвета и будут значительно тверже, чем щелочные. Кальций разрезать ни ножом, ни скальпелем, в отличие от натрия или калия, нам уже не удастся. Что же касается получения, способы получения будут похожими, только наряду с электролизом расплава в соли этих металлов, также будет возможно получение их электролизом расплава оксидов этих металлов. Да, те же самые карбонаты при нагревании будут распадаться, образуя оксиды. Поэтому если мы будем пытаться провести электролиз карбоната кальция, его расплав у нас не получится. А углекислый газ выделится при этом, и мы будем плавить уже не карбонат, а оксид кальция. Но тем не менее, проведя его электролизом, мы также можем получить простое вещество металл, в данном случае кальция. Ну а остальные щелочноземельные металлы будут получаться схожими способами. Что же касается химических свойств, то в целом они опять-таки будут схожи с щелочными металлами, но все-таки щелочноземельные металлы будут менее активны, их восстановительная активность будет несколько ниже, чем у металлов щелочных. Щелочные металлы могли взаимодействовать, как вы помните, с неметаллами, с кислотами, с водой. Щелочноземельные могут то же самое, также, наверное, достаточно важны реакции с оксидами, в которые они могут вступать. Ну и, например, магний уже может взаимодействовать и с солями. А сейчас, в общем-то, скажем, почему он этим отличается от других щелочных и щелочноземельных металлов. Прежде всего, надо сказать о том, что щелочноземельные металлы, равно как и магний, очень активно взаимодействуют с кислородом, причем магний, в общем-то, от них не отстает. Горение магниевой стружки раньше использовалось для того, чтобы создавать фотовспышку. Когда делали фотографии, когда еще, в общем-то говоря, это делалось с помощью камеры-обскура. Таким образом, можно сказать о том, что магний горит очень интенсивно, при этом выделяется очень много света, эта реакция очень яркая. Честно говоря, смотреть на нее напрямую достаточно больно для глаз. Другие щелочноземельные металлы также взаимодействуют с кислородом. И все они, конечно же, взаимодействуют с другими неметаллами. Причем, в чем-то можно провести параллели с металлами щелочными. Так, например, магний, подобно литию, может взаимодействовать с азотом при комнатной температуре. Таким образом, магний может гореть не только в кислороде, но еще и в азоте. Еще одна из причин, почему эта реакция протекает так бурно. Что же касается остальных щелочноземельных металлов, то они могут взаимодействовать с азотом только при нагревании. Причем температуры будут различными. С углеродом схоже. С натрием будет взаимодействовать кальций, при этом будут образовываться карбиды. Собственно говоря, точно так же это будут карбиды, в которых углерод имеет степень кисления минус 1, а не минус 4, как это происходит в большинстве случаев. Остальные реакции с неметаллами будут протекать обычным образом. Будут образовываться хлориды, бромиды, юдиды, сульфиды, опять-таки фосфиды, соединение с фосфором в степени кисления минус 3 и так далее. В принципе, щелочноземельный металл достаточно активный, либо с нагреванием, но в основном даже без нагревания, они с этими неметаллами взаимодействуют. Если же говорить о реакциях с сложными веществами, то можно рассмотреть реакцию с водой. Все щелочноземельные металлы в эту реакцию вступают. Это происходит гораздо менее интенсивно, чем в случае с щелочными металлами, особо никаких взрывов при этом не произойдет. Но, тем не менее, водород при этом выделяется и щелочь при этом также образуется. Щелочноземельные металлы, прежде всего, отличаются от магния тем, что их гидроксиды являются щелочами. Гидроксид магния щелочью не является, он нерастворим. Но, тем не менее, магний может взаимодействовать с водой. Конечно, при комнатной температуре этого происходить не будет, но при кипячении эта реакция становится возможным, и мы будем получать гидроксид магния и водород. Взаимодействие с кислотами для всех этих металлов происходит абсолютно так же, как для металлов в целом. Никаких особенностей здесь не происходит, образуется соль и водород. А точно так же не будет проявляться никаких особенностей, если говорить о свойствах оксидах и гидроксидов этих металлов, что магния, что щелочноземельных. В принципе, наверное, надо отметить только то, что гидроксиды щелочноземельных металлов, как уже было сказано, являются щелочами. Гидроксид магния щелочью не является, он нерастворим, поэтому, в отличие от всех остальных металлов, гидроксид магния при нагревании будет распадаться на оксид и воду. Ну, последнее свойство, которое нам осталось сегодня рассмотреть, это взаимодействие щелочноземельных металлов с оксидами. Собственно говоря, здесь наши щелочноземельные металлы, равно как и магния, также будут уступать восстановителями. Восстанавливать щелочноземельные металлы могут как другие металлы из оксидов, так, например, и кремний из его оксида. Более того, магний может взаимодействовать даже с углекислым газом, оксидом углерода-4, и восстанавливать из этого вещества углерод. В общем-то говоря, это основано на том, что данный металл активнее, чем упомянутые оксиды. Ну, понятно, что кальций с кремнием будет взаимодействовать только при нагревании, поскольку это вещество твердое, реакции между твердыми веществами всегда протекают. В основном только если их сильно измельчить и достаточно хорошо нагреть. Ну, а магний с углекислым газом может взаимодействовать даже без какого-то сильного нагревания, так что магний будет сгорать не только в атмосфере кислорода и азота, но еще и в углекислом газе. Так что реакции с магнием в основном проводят в каких-то инертных условиях для того, чтобы он не начинал взаимодействовать с атмосферой. В общем-то говоря, на этом и все, что касалось свойств щелочноземельных металлов. Спасибо за внимание и до встречи на следующем уроке.